Добрый день, дорогие мои зрители, слушатели, надеюсь, и смоляне тоже. Дело в том, что я хочу напомнить, что 24 января нынешнего года, естественно, и в 14 часов 15 минут в Ленинском районном суде города Смоленска судья Лялина Ольга Николаевна рассмотрит иск исполняющего обязанности министра лесного хозяйства Смоленской области господина Шарина Юрия Викторовича ко мне, пенсионеру Евгению Гордееву, за то, что я якобы в одном из своих роликов задел, унизил его честь и достоинство. Друзья мои, я выставлял уже этот ролик, как говорится, на показ. Я и сейчас, и тогда говорил и говорю вам о том, что ролик этот выпущен не для того, чтобы оскорбить честь и достоинство господина Шарина, а для того, чтобы общественность, нас с вами, меня в том числе, подключить к этой проблеме, к защите нашего народного достояния лесов, к защите животных, которые там обитают, к тому, чтобы прекратилось это зверское, хищническое растаскивание этого национального богатства, вырубание. Дело в том, что вырубить можно за пять минут просеку, имея соответствующую технику. А чтобы выросла эта просека, или эта поляна, или это лесосека, надо десятки лет, понимаете, чтобы снова зашумели там деревья, чтобы снова там в небо смотрели сосны, чтобы ели росли, и другие какие-то даже уникальные, может быть, деревья. А вместо того, чтобы позвонить, допустим, мне договориться о встрече, встретиться вот этому министру, и его министра лесного хозяйства и Министерства защиты животных диких. Господин Шарин, да, и поблагодарить за то, что я вот участвую в том же, за что он деньги получает, понимаете. Участвую в процессе охраны лесов, борьбы с черными лесорубами, борьбы с какой-то нерадивостью местных каких-то, может быть, властей. Он не нашел ничего лучше, чем вчинить мне вот этот иск, причем с требованием взыскать меня в возмещение как бы его морального вреда, как бы нанесенного мной, по его мнению, аж 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей – это полугода жизни моей семьи, а у него примерно такая месячная зарплата. Ну, будем называть ее месячными, господина Шарина. И вот я решил показать вам сейчас видеоролик, который сделали ребята Захаров и Асачи, которые создали и представили нам обалденную по содержанию и по качеству программу, видеопрограмму, которая называется «Смоленская прачечная». Посмотрите, пожалуйста, этот ролик. И, в конце концов, я считаю, что этот ролик во многом, значит, суровее, чем тот, что я показал. По крайней мере, это конструктивная, деловая и конкретная критика департамента, возглавляемого Шарином. Раньше это был департамент, сейчас министерство. И самого его руководителя. Смотрим, друзья. Ребята, Смоленская прачечная снова в пути. Мы двигаемся на северо-восток Смоленской области в Гагаринские и Вяземские леса. Выездной репортаж Смоленской прачечной. А между тем, Смоленскую лесную отрасль сотрясает один скандал за другим. В декабре 2020 года смоленские следователи возбудили уголовное дело, которое назвали делом о крупнейшей вырубке лесов в Восточной Европе. Спустя два года еще один скандал. Губернатор Алексей Островский в декабре прошлого года со своим тайным постановлением отменил особо охраняемую природную территорию Хмелита, однако под натиском общественности вернул этот статус в марте 2023 года. За полтора месяца, пока ООПТ была упразднена, в Хмелите успели напилить дров. Ниточки всех этих историй тянутся к департаменту по охране лесного хозяйства в Смоленской области и ее начальнику Юрию Шарину. Никаких документов в этом самовольно просто нет. Перекрыв доступ к лечению воды, то есть вот это вот нарушение режима ООПТ, за это люди должны понести непосредственно наказание. Какие претензии у Общественного совета Вяземского района к начальнику департамента по охране лесов Юрию Шарину? Дело в том, что Юрий Шарин, непосредственно будущий начальником департамента лесного хозяйства, незаконно выделяет участки для вырубки лесов на территорию ООПТ. Это абсолютно незаконно, на территорию ООПТ никаких не может быть эксплуатационных лесов и никакой не может быть такой хозяйственной деятельности, так как это особо охраняемая природная территория. Законодательство, федеральное законодательство полностью запрещает такой родственной деятельности. А с вашей точки зрения, чем руководствуется Шарин, выдавая или не выдавая тем или иным юрлицам разрешения? Мы считаем, что Шарин руководствуется непосредственно корыстными интересами и непосредственно своей русофобской политикой, которую мы наблюдаем как вырубка лесов около могилы матери Нахимова. Другого объяснения быть не может. Вот мы с вами находимся у древнего памятника, который был установлен матери Нахимова, вот Феодосии Ивановне Нахимове. Вот вырубка, за которую был осужден главный листничный район Вяземского района Коновалов, Макушево. А Шарин за эту вырубку никакой ответственности не понес. Ребят, мы пока ехали в Хмелиту, видели десятки гектаров леса, фактически запущенные земли, растут березы, растет хмызник. Нету полей, нету жизнедеятельности. С моей точки зрения, земля должна каким-то образом работать, да, то есть она должна что-то производить и приносить пользу в том числе людям. Есть определенные правила лесозаготовок. Вот мы сейчас были на месте сплошной вырубки. Это вне зависимости даже ООПТ, не ООПТ. Я лично категорически против сплошных лесозаготовок. Объясню почему. Когда мы зимой выборочно берем определенную спелое дерево, мы освобождаем другие деревья разного возраста, и они начинают расти. Вот выборочная рубка позволяет, а, развиваться лесной отрасли, б, развиваться промышленности и сохранять экологический баланс между развитием и охраной окружающей страны. И здесь этого баланса нет. А здесь мы, конечно, наблюдаем просто экоцит. Сейчас мы как раз поедем на место одной из вырубок. Это Богородицкое лесничество, один из кварталов. Вырубка большая, гектар 25-30 прошли за зиму. Харвестером работало, ООО «Лесные дали». Что удивительное, то есть, вроде как ООПТ, особо охраняемая природная территория. Значит, задача ООПТ – это сохранение природных богатств. Ни о каких сплошных вырубках в ООПТ промышленной заготовки древесины речи быть не может. Крайняя – это рубка ухода, ну, где необходимо. Прежде всего, в зонах рекреации. Все. Здесь же департамент, возглавляемый Шарином, отдал вот этому ООО «Лесные дали» сотни гектар вокруг не только усадьбы, а вокруг и Богородицкого поля под сплошную вырубку. Все эти леса, они в аренде у ООО «Лесных дали». На данный момент аренда не снята. Зимой прошла вырубка. Вырубка очень большая. Зимой? Этой зимой. Этой зимой всего лишь прошло полгода. Водный объект, который находится рядом с местом масштабной вырубки, он омелел. Вода ушла. Просто становится болотом. Вот видно прямо, где была вода. То есть ушла на много метров. Ее почти нет заболочено. Губернатор Островский втайне в середине декабря, если память не изменяет, 13 декабря, принял постановление о ликвидации ООО «ПТ» Хмелита. Естественно, это постановление нигде не публиковалось. Это все было... Это не афишировалось. Это не афишировалось. Но мы можем предполагать, что люди, которые знали об этом, воспользовались ситуацией в своих целях. Ребята, долгое время мы с Сашей шли и не могли понять, где же здесь красота. Оказалось, что у тех, кто рубит лес, у них очень хороший вкус к природе. Вы знаете, вот мы постепенно поднимаемся на возвышенность. Здесь очень красивая почва, покрытая мхом. Появляются со всех сторон вот эти роскошные вековые деревья. Мы видим боровики. Ну что, надо брать, ребята. А куда брать? На обратном пути возьмем. Конечно. Ой, какие красивенькие лапочки. Боже мой. Как раз вам веселом сыроем. Ну ладно, уже не зря в лес сходили. Вот они, красавчики. Смотрим. В очень сложной ситуации находимся с тобой, Максим Алексеевич. Мы же не можем назвать их черными, незаконными лесорубами. Они ведь пилят на самом деле все по закону. Потому что им начальник департамента по охране лесов и сам департамент разрешили это делать. Дорогие друзья, мы с вами находимся на самой большой вырубке в особо охраняемой природной территории, музея и заповедниках Милита. Вот смотрите. Здесь более 18 гектаров леса вырублено сплошняком. Вековые дубы, вековые ели. Сплошняком тут вырублен полностью древний овраг, который является таким же историческим памятным местом, знаковым на территории ООПТ. То есть то, что мы здесь видим, это руины. Какие-то вот руины, вот как будто как на кладбище. Порубочные остатки. Их не вывезли и тем более не сожгли. Перед лесовосстановлением вначале это приведение в порядок делянки. То есть убрать порубочные остатки. Вопрос к департаменту и его сотрудникам. Как вы приняли эти работы? Очень мне хочется видеть, кто конкретно принимал работы на этом участке. Принимать эти работы у ООО «Лесные дали» было нельзя. Как бы лесовосстановление, вот так вот. Это издевательство. Значит, что мы видим? Уже заболачивание, то есть они погибнут. Белочки должны сажаться после того, как будут прокопаны специальные такие канавки, которые будут уходить влага вся. Действительно должно охраняться... Ой, фига, сколько грибов. Голос Саши разносится по всей округе. Идет счастливый человек с охапкой белых грибов, познавший ценность особо охраняемой природной территории. Познавший свой дзен. Ребята, я вот просто свернул на 3 минуты 34 секунды. Ни хрена себе. Скажу честно, лисички я не брал, их очень много. В качестве доказательства, что есть другие грибы, принес шляпку молодого подберезовика. Брал только свежие молодые грибы. Следующий герой нашего репортажа, руководитель компании «Вязьма лес» Дмитрий Ковалев. Ему инкриминируют два эпизода, которые следствие квалифицирует по 260-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Владелец земель Андрей Катахов, главный фигурант данного уголовного дела, нанял Ковалева для расчистки сельхозземель под сельскохозяйственное использование. Однако в 2020 году Департамент по охране лесного хозяйства, во главе с Юрием Шариным, через суд изменил статус земель на земли лесного фонда. И таким образом лесозаготовители стали фигурантами уголовного дела. Хотя еще семь подрядчиков, которые были наняты Катаховом еще в 2012 году, почему-то проходят по данному уголовному делу как свидетели. То есть Ковалев один стал фигурантом уголовного дела и Катахов, а остальные семь просто свидетели. Вопрос, как такое могло произойти? Попробуем разобраться в этой истории и обратимся к непосредственным участникам этих событий. Нашумевшее дело о гигантской вырубке леса в Гагаринском районе получило продолжение. Прокуратура Смоленской области направила в суд уголовное дело уже по второму фигуранту. Напомню, что эта незаконная вырубка леса признана самой крупной в Восточной Европе. В течение 9 лет житель Московской области под видом законной деятельности занимался рубкой лесных насаждений в Гагаринском районе. Общая площадь вырубки составила более 1000 гектаров. Ранее прокуратура области в отношении 57-летнего предпринимателя была направлена в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Сейчас же завершено расследование уголовного дела в отношении его 46-летнего соучастника из Вяземского района. Установлено в результате преступных действий злоумышленник заключал фиктивные договоры подряда на очистку земель от дикорастущих растений и организовал вырубку лесных насаждений. Им был причинен материальный ущерб в размере более 3,5 миллиардов рублей. Вырубка происходила в том числе на территории Самуловского и Кармановского участковых лесничеств в защитной и водоохранной зонах Яузского водохраняющего. Ну что, Дмитрий, расскажите, что за судебный процесс начался в Ленинском районном суде города Смоленска? И каким образом вы связаны вот с этой историей, резонансной историей о, как ее называли, средствах, самая масштабная вырубка лесов в Европе? То есть речь идет о том, что якобы было вырублено около тысячи гектар леса на сумму около 3 миллиардов рублей. Ну, соответственно, что хочу сказать о начале процесса. Да, действительно, начался процесс, где я являюсь обвиняемым по этому уголовному делу. Соответственно, мне предъявляют ущерб, который вменяют и Катахову, непосредственно владельцу этих земель. Моя позиция здесь однозначно непризнательная. То есть она связана с тем, что я, как доправляющийся бизнесмен, в 2016 году, в конце 2016 года, познакомился с владельцем, с Катаховым, который мне предложил у него на земельных участках, которые в тот момент находились в статусе земель и сельхозназначения, согласно выпискам ЕГЭ, которые я предоставил, да, соответственно, здесь четко прописан статус земель и сельхозназначения, договору муниципальных образований, которые у него подписаны, заключился с ним договор на очистку территории земель. Ну, изначально меня, собственно, пригласили на работу, так как у меня там высшее образование было, МГУ, университет леса, да, и, соответственно, я в этом деле разбираюсь. Когда я ознакомился с документами, где четко было написано земли сельхозназначения, контроль лесничества приезжало несколько раз, и по границам мы, в участках, соответственно, ходили, они смотрели документы, все. То есть, там было решение суда, вот это я точно помню, потому что Катахов, некий Катахов, соответственно, выступал как собственник этих земель, мы, соответственно, были подрядчиками. То есть, мы подписали договора и начали эту работу. Кроме нас, опять же, на его землях работали еще порядка семи таких же подрядчиков, как и я. Они все в уголовном деле являются свидетелями, причем многие из них с господином Катахов знакомы еще с 2012 года. Я с ним работал с конца 2016 года по конец 2018 года. Два года всего лишь с ним я был знаком. Соответственно, все остальные люди, которые проходят там, ну, я не могу их назвать, там фамилии-то есть, они работали и после 2019 года с ним. Вот те земли, на которых шла вырубка, да, или очистка будем называть, они всегда были землями сельхозназначения, либо они когда-то меняли свой статус? Я точно не знаю этой истории. Я знаю, что в 2012 году, это, опять же, согласно материалу уголовного дела, я же потом, когда ознакомление вел, я уже полностью вник, как они появились у него. То есть, у них был какой-то статус. Какой статус, мне до сих пор неизвестно. Был ли это лесфондом, либо не был это лесфондом. По версии следствий, что это был лесфондом. Который в 2012 году, якобы там при участии каких-то лиц в высших эшелонах власти. Совершенно верно. Были переданы катастрофону. Соответственно, в 2020 году это решение, которое было в 2012 году, было отменено. И в тот момент, скажем так, оно стало, получило статус лесного фонда. То есть, в 2020 году землями сельхозназначения стали лесным фондом. А как вы считаете, почему это произошло, по чьей инициативе, какая цель преследована? Ну, инициатива, я думаю, быстрее всего была Шарина, начальника департамента лесного хозяйства. И ряда неких лиц, опять же, которые стоят за Шарином. Ну, тут нет секрета, что за ним есть люди, которые заинтересованы были в переводе этого дела. Потому что здесь, если глубоко копаться в эту историю, ну, там я отслеживал большое количество высокопоставных чиновников, которые заинтересованы были в этих действиях. И тогда, и сейчас непосредственно Шарин, как я считаю, просто развел, мягко выражаясь, бардак в лесном хозяйстве Смоленской области. Может быть, там есть какие-то коррупционные проявления? Я уверен, что в этом есть схемы определенные. Потому что, ну, не могут быть 10 лет леса находиться у кого-то, у какого-то человека в аренде, да? Все спокойно рубили, все там работали. Почему тот же господин Шарин не несет никакой ответственности? За 10 лет, насколько я понимаю, последствия велись эти заготовки, и абсолютно никаких вопросов к этому человеку нет. И он как продолжал, как работал, так продолжает работать. Можно предположить, что следствие не совсем объективно. Следствие совсем не объективно. И со своей стороны следствие тоже не по личной, не по собственной инициативе, да? То есть оказывается какое-то воздействие на следствие и в... Я считаю, что... Я не то, что ты считаю. Я знаю, что на следствии оказывалось давление, да? В тот момент это Островский был. Это у меня достоверная информация. Теперь уже Островского нет. Теперь Островского нет. Соответственно... А дело есть. Вот, оно находится в суде. А дело его живет. Органам предварительного следствия необходимо было каким-либо образом подобраться к основному фигуранту по уголовному делу, то есть ко второму лицу, который привлекается к уголовной ответственности. Да, Катахов. И мой подзащитный, полагаю, в данном случае являлся инструментом для того, чтобы указать на какие-либо незаконные действия со стороны Катахова. При том, что, если мы говорим по второму эпизоду, по второму эпизоду он вообще не принимал никакого участия в рубке древесины. То есть данную древесину он вообще приобретал у... Да, если мы говорим про второй эпизод, это как раз-таки угранская история. Однако, невзирая на те документы, которые были предоставлены следствию о законности произведенных действий моим подзащитным, тем не менее, это не повлияло на его судьбу, и он, как следствие, стал обвиняемым по уголовному делу на сегодняшний день подсудимым. Если резюмировать, без разрешения сверху, там нельзя было бы спилить даже одной оси. Но, тем не менее, официальных документов, насколько я понимаю... Да, там, значит, они договорились, карьера управления с департаментом, что они все сделали, и начали работать раньше, чем были поставлены нужные печати и подвеси. Да, совершенно верно. То есть в данной ситуации, ну, как бы, так, объективно, есть определенная, как бы, ваша вина. Объективно вина есть всех, да. По факту. Я за справедливость, поэтому говорю так. Но несете ответственности один вы. Почему покупатель? Конечный. То есть владельцы карьера не несут ответственности, хотя они продали лес. Заготовители, которые должны были по официальным документам производить эти работы, не несут ответственность. Не несут ответственность лесники. Не несет ответственность начальник депутата Шарин, который давал указания пилить и разрешал это все дело. Никто несет ответственность. Мало того, никто ничего не знает. И следствие на это закрывает глаза. Эти все материалы выделены в одно отдельное уголовное дело два года назад. Два года я пишу во все структуры жалобы, разобраться с этой ситуацией и найти подсправедливость. Если я виноват, хорошо, давайте отвечать все вместе. Пусть всех сажают, всех делят и все отвечают в равных пропорциях. Но опять же, тут найти нужно корень. Если взять уголовное дело, у нас при СССР, еще при Сталине, был такой генеральный прокурор Вышинский. Он говорил, главное во время следствия не выйти на себя. Вот по этим уголовным делам прослеживается вот эта схема, еще с тех времен, где департамент с договоренностью со следствием пытаются спрятать ту схему, которую они разработали. Вы скажите мне, подождите, по Угре. Что по Угре происходит вообще? По Угре происходит следующее. Из этого дела, по Гагаринскому, из Уграмского дела, вот в настоящее время будет выделено, до того, как я выделю уголовное дело в отношении вас, в отдельное производство будут выделены материалы. Это материалы, ну по Гагарину понятно, в отношении всех остальных хулиганов, которые там рубили, и соответственно в отношении должностных лиц. Нет, они пока будут неустановленные лица и выделяются в отдельное производство. Ну так, так как мы уже есть обвиняемые, они просто заскакивают. Нет, 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 они не заскакивают. Здесь нельзя соскочить, если у вас в обвинении прописано, что вы и неустановленные лица. Ну и подозреваемый настаивает на том, что он допропорядочный предприниматель. По его мнению, в действиях Шарина можно усматривать попытку увести следствие от истинных виновников. Так это или нет, по всей видимости, нужно разобраться новому главе региона Василию Анохину и обратить свой взор на департамент по лесному хозяйству. Мы вот с Сашей ездим по Смоленской области, ребят, у нас кругом леса. В Смоленской области нету нефти, нету газа, а леса есть. И на лесах делают хорошие деньги и творятся, в общем, не совсем законные действия. И самое любопытное, что, конечно, Юрий Шарин, как начальник департамента лесного хозяйства, достался в наследство нынешнему в Рио губернатору от прежнего губернатора Алексея Островского. Из беседы с Дмитрием Ковалевым можно сделать вывод, что Алексей Островский имел отношение и к этим историям вырубок в Гагаринском районе. Ну, а история с особо охраняемой природной территорией в Хмелите вообще, по версии некоторых экспертов, сыграла роковую роль в отставке Алексея Островского. Всем пока, до скорых встреч. Ну, вот, мы посмотрели, убедились в том, что я сказал. И, друзья мои, прошу высказать свои комментарии. Дело в том, что мы оставляем с вами, мы с вами, нашим детям, внукам. Ну, ладно, мы еще подышали свежим воздухом, так сказать, будем так говорить, при советской власти. Но сейчас, когда правит бал, доллар и даже рубль наш деревянный, когда рыночная экономика, когда все стараются заработать, а то и слева заработать, помимо своей зарплаты, то мы лишаем наших деток, наших внуков, вообще будущие поколения, возможности даже выйти в лес, подышать этим озоном, посмотреть на этих белочек там, на зверушек, то оленик выскочит на солнечную полянку, то лось где-то выйдет, или кабанчик на поле выскочит. Этого не будет, понимаете? Все, как моя лысина, забанено и расторобанено хищниками, двуногими. Так что, друзья мои, 24 числа подумайте обо мне, пожелайте мне выиграть, в конце концов, это дело. Это наш общий будет выигрыш, общий с вами выигрыш. А кто хочет, давайте свои данные, если вы смоляне, и если вы обладаете информацией, так сказать, которая будет как бы на мою мельницу лить воду, то есть, как бы в мою защиту, о каких-то негативных проявлениях в отношении лесов, где вы живете там, на Смолещине, да и сами смоляне. Пожалуйста, данные свои, и если вы захотите, я вас приглашаю, приглашу, ходитайствовать буду перед судом, а вызови вас в качестве свидетелей ответчика. Это я, ответчик. Впервые в жизни, друзья. Ни Исцом, как говорится, не был ни ответчиком, а был только защитником, защитником прав и законных интересов людей. Ну, а сейчас ответчик и отвечу. У меня есть чем ответить, а если вы будете еще и свидетелями на моей стороне, то мы с вами непобедимы. Здоровья всем и мира нам всем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok